По поводу смены фамилии дело было в Таршаузе. Да, в Таршаузе я писался ким, и когда получал паспорт, то паспортист или паспортистка, не помню, не хочешь поменять на материну фамилию, все-таки русская фамилия. Нет, я в первых я оставил за собой, расписываться легче. Все связки, сколько букв, раз и все. Мама из, как бы сказать, природной такой вот земской интеллигенции. Мой праздник, ее дед Василий Павловский Святский, был просвещенный священник такой, просвещенный поп в уездном центре Калужской губернии, Угодский завод назывался этот центр. Сейчас это городок, который называется Жуков, поскольку Жуков родился в соседнем селе Стрелковки, и мой прадед Василий Павловский Святский его крестил. И фамилия, видите, Поповская, все Святские. У бабушки, надо сказать, тоже в Поповской фамилии, она была Успенская, Лизавета Осиповна. Вот в такой среде родилась моя мама. Это очень хорошая была среда и очень певучая, должен вам сказать, потому что своим пристрастием к песням я обязан во многом им, потому что все это по наследству передавалось их детям, то есть моей маме и разнообразным ее братьям и сестрам двоюродным. И когда бывало, тетки и дядьки собирались по каким-то торжественным дням, то репертуар их занимал 3-4 часа, потому что они знали все. От песен студенческих конца 19 века, из-за города Гор Высоких. Еще там день-дон слышен звон кандальный, уже тогда эта тема звучала у них. Потом это вот, так сказать, народническо-эссеровский репертуар, назовем его так. Потом Первый Советский и потом Следующий Советский. Потом Песня Отечественная, да, еще огромный кусок песен времен НЭПа. Они знали больше 20 куплетов Гопса-Смыком, которые насчитывают бесконечное количество, но они знали много так. Вот и, конечно, Песни Отечественной войны, которые уже я сознательно застал и уже сам выучил с экрана. Я сразу вспоминаю, что Небесный Тихоход, потому что мы пилоты, вот они это уже распевали вместе с нами. Отец мой был просвещенным таким корейцем, знал и корейский, и русский, и пользовался этим в своей жизни, как переводчик, главным образом, с того язык на другой и обратно. Очень хотел пойти по театральной линии. Вот это, наверное, мне тоже передалось, хотя этого не осознавал, а оно получилось как-то само собой. Он поступил в ГИТИС, потом заболел, вынужден был подрабатывать, устроился переводчиком в издательстве «Иностранный рабочий», который потом стал издавать журнал «Иностранная литература». И вот там занимался этими переводами до ноября 37-го года. А дальше этот самый, как говорится, тяжелый каток сталинского террора доехал до несчастных корейцев. И в 37-м году в ноябре месяца отца арестовали, как арестовали большую группу корейцев московских, всем одинаково было предъявлено одно и то же обвинение – шпионаж в пользу Японии. И понятно, что все это были обвинения дутые, и впоследствии все они были реабилитированы. Но с ними долго не церемонились, в ноябре его арестовали, в феврале его расстреляли, в феврале 38-го года, а через некоторое время забрали и несчастную учительницу Нину Валентину Всесвятскую, и она поехала своим путем как жена врага народа, или жена изменника Родины. И дальше ее путь был из Вилист, там была Сидежа, там были мордовские лагеря, после помнится Сидежа ее отправили в Казахстан, вот она пожила в лагере, который назывался Алжир, что расшифровывается, это вполне официальная аббревиатура, Акмолинский лагерь, жена изменников Родины. Там в общей сложности побывало свыше 8 тысяч женщин самого разнообразного калибра, там была родня Майя Пресецкая, там была жена Бухарина и мать Акуджава тоже там некоторое время посидела. Я почему это хорошо знаю, потому что там на том месте возбили мемориал, и главная часть мемориала – это такая гранитная стена, невысокая, метр там два, два с половиной, и все фамилии, все 8 тысяч с лишним фамилий, там, в том числе и фамилия моей мамы, там. Ее осудили на 5 лет, с 38-го, в 43-м году она освободилась, но, условно, шла война, и по какому-то там указывать закону было предписано не возвращать в те места, откуда их взяли, а стараться трудоустроить на месте, тут же, где они отбывали свой срок. То есть у нее получилась вынужденная ссылка до самой победы. То есть еще два года она была в Казахстане, поскольку кадров не хватало, она и преподавала в начальной школе как маленьким детям казахской бедноты, потому что иначе не скажешь. Тогда же завязалась, или даже немножко раньше завязалась с ней переписка, мы с сестрой немножко уже подросли, и уже сестра, по крайней мере, разбирала буквы, а я с охотой перебирал странички самодельных книжек, которые присылала мамы оттуда. Для нас мама была в длительной командировке, а папа скончался по неизвестным причинам. Так что так объясняла родня, и поэтому мы не вдавались в подробности, поскольку были маленькие, и слушали то, что нам говорили. А когда кончилась война, кончился и мамин срок, и она в сорок пятом году появилась, мы знали, что приедет мама, и, конечно, пошли ее встречать. Мы опоздали к электричке, и уже мы увидели, как навстречу нам идет невысокая скромно одетая дама со скромным чемоданчиком, и когда тетка сказала, вот это она, и мы с ней подошли, и она нас обняла, а я насмотрел в нее во все глаза, потому что была чужая тетя. Чужая тетя, и к ней надо было привыкать, как к матери, потом этот процесс пошел, но не очень быстро, прямо скажем, да, не очень быстро. Я к ней привык, сестра гораздо быстрее, ну, а сестра и старше меня была на три года, вот, а я не сразу. Но потом, когда уже надо было уезжать, потому что мама должна была устроиться, но не в Москве, откуда ее взяли, и ей не положено было, и положено было жить за 101-м километром. Это, наверное, вам известная цифра. И этим городом оказался Малорославец. Это город нашего сестрой, наше отрочество. Она там закончила 10-летку, а я закончил там 7-летку. И там же жила вместе с нами уборочница тетя Настя. Тетя Настя была добрейшей души, но рисковата на язык. Рисковатая и могла повздорить по любому поводу, там, непротертый пол или еще что-нибудь. Непротертый пол с ее стороны. Мама была чистюля, иногда делала ей замечание, тут же возникала буря, и в одну из этих бурь тетя Настя заказала, вы ссыльные, ссыльные. И я понял, что это относится к нам. Ну, и тут я пристал к маме, что это означает. Я был приблизитель в классе в пятом, когда это раздалось. И помнится, мама, так сказать, ну, не скажу, что слезами, но очень, конечно, была расстроена этим событием и необходимостью что-то объяснять. Ну, сказала, что вот в процессе построения социализма, да, очень много трудностей бывает, бывают ошибки. Вот такая ошибка случилась с нашей семьей, не об отце, она говорила о себе. Единственное, что я запомнил, так неприятное впечатление от моей тогдашней отреческой жизни, когда я шел по улице, и пробегающий пацан показал меня пальцем и крикнул «Японец!» Это все. Чтобы кто-то там говорил или об этом, или, если это и было, то это все проскаливало мимо ушей и никуда, и всерьез не задевало ни разу. Девятый класс. Туркмения. Мы с мамой оказались в Туркмении после того, как стала невмоготу жить в Малорославце. Маме в 49-м году отказали в праве преподавать, и до 51-го года мы влачили почти нищенское существование. Если бы не помощь родителей и маминых учеников этой школы, не знаю, как бы мы там выдержали. Сестру быстро взяла родня, я уже рассказывал, учиться в мединституте. А мы с мамой жили вдвоем, Малорославца. Она была учетчицей в швейном цеху, получала какие-то немыслимые гроши. Но родня помогала продуктами. А вот эти родители и учеников, по гроб жизни мы были благодарны, потому что одна из них бесплатно пустила нас к себе. Выделила комнату в своем достаточно убогом жилье, и мы там с мамой жили. В 51-м году мама завербовалась на строительство главного Туркменского канала, поступила в какой-то плановый отдел, поскольку она была ученчицей в цеху швейном. Так это как раз было ей по профессии. И мы оказались в среднеазиатском раю. Я имею в виду в первую очередь и тепло, и огромное продовольственное изобилие. Огромное. Когда мы впервые со своими нищими рублями оказались на Туркменском базаре, и когда там за три копейки можно было до отвалу наесться чуреков, плова, чего угодно, и набрать что с собой домой, это был полный рай. И вот там, в 9-м классе, я как добросовестный, даже я, по-моему, был секретарем тогда школьной консомольской организацией, вместе с небольшой делегацией передовых учеников, отправился на экскурсию в город Тахиаташ. Это головной город главного Туркменского канала. Он был повсюду прославлен как город будущего, как город социализма и так далее, и так далее. И нас туда привезли, нас водили с объекта на объект, нам показывали новейшее слово строительной техники, это был шлакоблок. Мы увидели шлакоблоки впервые наяву, советские шлакоблоки были, безусловно, лучше всех остальных. Инженер увлечен нам рассказывал, мы все это слушали, и только подсознание замечало простую деталь. Это все было обнесено колючей проволокой. И когда мы к вечеру шли в огромную столовую для свободного персонала и так далее, и так далее, была уже выстроена, двухэтажная, шикарная, тоже был уголок социалистического рая, мы видели огромные колонны заключенных, которые шли в окружении автоматчиков и собак. Вот подсознание запомнило все это, а сознание это отметало. И когда мы приехали, вернулись в наш город, мы все дружно, искренне написали сочинение, в каком прекрасном уголке социализма мы побывали. Представляете? И сочинения были искренне написаны от сердца. А вот эти все эти, эти самые колючие проволоки и толпы заключенных, чьими трудами и строился этот самый счастливый городок, были в стороне для нас. Мы это не могли связать. А память была честнее. Она запомнила. Когда Усатый ушел в 1953 году, я был секретарем конституционной организации школы, и как-то там траурное собрание было, значит, он скончался в пятом. Пятого марта, значит, шестого или седьмого было назначено траурное собрание в школе, и я должен был от места, где мы жили, пройти километра полтора по городу, до нашей школы. И все эти полтора километра я старался вызвать в себе жалость к вождю, и не смог. И чувствовал себя как-то неудобно секретарем конституционной организации, а вот не чувствует ничего, кроме дежурного сожаления. А дежурное сожаление – это совсем другое дело. И все кругом дежурные, и даже многие не дежурно, и чувствуют эту трагедию как трагедию даже личную. Прихожу в школу, актовый зал у нас, большущий, все классы выстроены в колонны, учительницы все плачут, директор, ветеран войны, плачет, это самое, наши девки все, наши глаза, ба-ба-ба-ба-ба-ба, смотрю на ребят, никто не плачет. Никто не веселится, естественно, просто стоят нахмурившись. Я думаю, господи, мне дальше прям по Пушкину, где бы найти луковицу, чтобы немножко потереть голову, не вылезайте следы, и все. Объятый этим комплексом, я сочинил какое-то небольшое стихотворение, оттуда запомнил и наш директор, большевик, как школьник плачет вместе с нами, где вместе с нами было явной ложью, потому что он-то плакал, а с ним вместе, во всяком случае, мужская сдержанно молчала, часть, и я сдержанно молчал, но слез никак не мог из себя выжить. Вот такая была история, потом из комсомолки у меня пришел вежливый ответ, что подобных сочинений мы сейчас получаем море, все не в состоянии напечатать, но благодарны за... Мама получила право вернуться к педагогической деятельности, и уже осенью 1953 года она пришла к нам в школу преподавать литературу. Она пришла к нам в школу, ей дали 10-й Б, я тут же перебрался в 10-й А, чтобы, так сказать, не компрометировать ее, или чтобы она не компрометировала меня, но тут наша Александра Прохорна, литераторша, ушла в декрет, и мы перешли опять под мамину руку, и это было очень хорошо, потому что я увидел, как она ведет уроки, и всю ее методику потом перенял и охотно применял все свои 9 без малого лет педагогической деятельности, потому что это была установка на свободный разговор и открытое свободное мышление, ну, на заданную тему, естественно, там. Нельзя сказать, что она фанатично боготворила Сталина, для нее привычно было вот этот мудрый вождь, сидящий в Кремле. Но сам момент ее реакции на речь Хрущева в 1956 году с разоблачением культа, в общем и целом она приняла это с замкнутым лицом, понимая, что это правда, что говорится, но как-то примерить всю эту правду на себя, на всех остальных ей давалось большим трудом, но давалось, и время от времени мы заводили с ней разговоры, она внимательно слушала, как мы с сестрой на эту тему рассуждаем, какое чудовище было тусатый и так далее, и так далее. Она не возражала по поводу усатого, но очень оспаривала вопрос о социалистической системе в целом. Вот тут ей было много и дорого, и как-то все ее студенческие идеалы, что строим социализм в отдельно взятой стране, все дружно вместе, его пятилетка и так далее, покорение полюсу, все это в нее входило со всем, так сказать, пылом юного энтузиазма и верой в лучшее. И, конечно, расставаться с этим было ей тяжело, точнее, как примерять, скажем, потому что все порывы были настоящие в юности Комстамольской, как и у меня, впрочем, но я уже жил в более скептическое время и как трагедию это не переживал, как личную трагедию, а переживал как трагедию народа, конечно, да. Это я, а не она. Она переживала как личную трагедию, конечно. Вот так мы были мощно зомбированы советским воспитанием, понимаете? Поэтому даже тень каких-то попыток распознать и так далее, знать, если бы я жил в Москве, конечно, среди этих ребят, которых я потом оказался в своем институте, которые уже все знали, но все они были столичные люди, и там яд скептицизма по отношению к власти и просто разумное развитие мозгов были на куда более высоком уровне, чем у нас несчастных провинциалов. А я приехал из глухой Туркмири и все это потом настигал, но постиг довольно быстро, потому что я приехал в 54-м году, а 56-й через два года, даже раньше, через полтора часа грянул среди всех нас, и надо сказать, что я сразу в это поверил. И вдруг для меня сразу все стало на места. Переоценка ценностей была довольно быстрая, тем более, что в это самое свободное окошко, приоткрытое Хрущевым, ну, так, как говорится, такой мощный заряд творческой деятельности и творческой энергии, который, оказывается, давно копился. И вдруг сразу все процвело и ожило по всем направлениям нашей культуры. Ну, появилась бардовская песня, например. Раньше уже немножко кто-то что-то сочинял, но в таких количествах и в таком объеме, и в таком разнообразии она процвела, конечно, в те годы. Дальше. Театр. Появился современник, появилась таганка. Что там дальше об этом, что еще говорить? Репертуары, посыпались какие-то интересные вещи, острые. И в прозе появились имена, пришли, воскресли старые имена, которые мы читали под столом, это самое. Появились запрещенные, литература появилась, появилась там чуть позже Автарханов, технология власти, за которой просто сажали. И еще позже появился Солженицын, архипелагт. И вообще появился Солженицын при Крущеве. Да еще как, из тех самых, из лагерников, бах, напечатали. Да еще где, в новом мире. В одном из важнейших государственных журналов, пожалуйста, один день Ивана Денисовича. Так что повеяло во все стороны. А вот что касается новочеркасского расстрела, об этом слух прошел и по-настоящему узнали существенно позже. Скорее всего, дискриминацию я ощутил, когда уже, когда наступили времена диссидентского движения. Вот там-то, конечно, она пошла. Но там, как вам сказать, там это совсем другие, по-другому смотрели на проблему отцов и детей. Как правило, когда чекисты или партийные люди начинали с вами разговаривать, чем вызвано вот ваше активное участие, то с того и начинали. А, понимаем, вы обижены на советской улазе, своих родителей, та-та-та-та. Это часто говорилось, это и сейчас иногда произносится, когда объясняют те или иные поступки тогдашних диссидентов или даже и теперешних, я думаю. Ну, тут я уже не очень в курсе, а по поводу тогдашних, да. Когда я породнился с великим диссидентом Петром Якиром, это на каждом шагу, когда были, с ним велись здесь душеспасительные идеи, мы понимаем трагедию, которые на эти времена прошли. Так чего же вы бунтуете? А он говорит, а я и бунтую, чтобы они не возвращались. А откуда вы видите, что возвращается, то мы говорили, а вот, а вот, а вот, и приводил конкретные примеры, как возвращаются те времена в наши постсталинские времена. Сейчас настало время уже говорить о том же самом, уже в постсоветские времена, да. Отношение к Сталину у меня вытекает, то есть совпадает с большим, как бы это сказать, с большой темой ужаса, который произошел с Россией в 30-е годы. Ну вот, особенно начиная с 2017-го по, скажем, да и по сегодняшний день, в конце концов, потому что он и сегодня еще далеко не исчерпан и не преодолен. Это чудовищное событие, коллективизация, это модернизация и так далее, использование рабского труда, повальное распространение лагерных зон и повальные заселения независимо от вины и прочее, прочее. Вот этот ужас, конечно, еще нашим народам не осознан. И только можно себе представить, отчасти лишь вообразить тот свиток преступлений, который, когда это будет в конце концов осознано, будет предъявлен Иосифу Виссарионовичу. Этот список далеко еще не создан, хотя главное, конечно, преступления там записаны. Продолжение следует...